В оборонной науке прошла кристаллизация. В оборонной науке прошла кристаллизация. Так охарактеризовал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сегодняшнее развитие ОПК и представленные разработки на ВИИ, Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». В эксклюзивном интервью Ольги Беловой ведущей передачи «Главная» на телеканале «Звезда» министр обороны не только рассказала о достигнутых за пять лет существования площадки результатах, но и прокомментировал важную инициативу ввести наказание за осквернение военных памятников. «Главное, что мы во многом уже избавились от импортных деталей», подчеркнул глава военного ведомства. «То, что раньше мы поставляли из-за рубежа, где-то ввиду санкций, где-то ввиду других обстоятельств, мы вынуждены были начать производить сами». На каждой экспозиции доклад начинается со слов, что это полностью отечественного производства или это сделано полностью из отечественных комплектующих. По мнению министра обороны, пожалуй, в этом и заключается одно из важнейших достижений даже не выставки, а всей нашей промышленности. «Мы развиваемся. И развиваемся довольно бурно и энергично. Серьезными темпами», — сказал генерал армии Сергей Шойгу, отметив, что здесь нельзя не сказать добрые слова об ОПЕКО. За это время прошла кристаллизация. Вся шелуха отсеялась. Остались действительно те, кого мы можем называть элитой нашей оборонной науки. Министр обороны, рассказывая о своем посещении площадок международного военно-технического форума «Армия-2019» и знакомстве с новейшими разработками, также анонсировал возможное появление большой программы по обеспечению военных городков заводами по переработке мусора. «Чтобы наши гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются, собственно, как и любой другой город и поселок», — аргументировал он. «Мы стали отбирать талантливых ребят, которые хорошо окончили вузы и уже имели какие-то навыки в научной деятельности», — рассказал генерал армии Сергей Шойгу. «Тогда для нас было огромным удивлением, что на службу по призыву возник конкурс. И этот конкурс был около 18-20 человек на место. А когда часть ребят, по словам главы военного ведомства, довела свою работу до 80% готовности, подошел срок окончания их службы в армии. Тогда было принято решение дать возможность остаться в армии тем, кто этого хочет. Они проходят курсы, становятся младшими офицерами и продолжают свою научную деятельность, именно научную», — подчеркнул министр обороны, отметив, что сегодня очень много желающих работать на космодроме Плесецк, в институтах военного ведомства. Так, идея нашла дальнейшее развитие в создании инновационного технополиса «Эра», где решено было оборудовать лаборатории, поставить суперкомпьютеры, сделать то, что называется цехом по производству экспериментальных образцов. Каждый род и вид войск ведет свою тему, ставит задачи и платит за ее выполнение. Пояснил глава Минобороны, «Для этого мы собрали молодых ученых. Мы им дали возможность работать столько, сколько они хотят, обеспечив их жильем на берегу моря и такими условиями жизни, которых они могли и не увидеть в своей жизни. И мы от них получаем результат. Естественно, все это очень динамично. Если мы видим и понимаем, что не получаем ожидаемого результата, то заканчивается год службы и мы вручаем военный билет. До свидания. Спасибо. Разговор также коснулся и разработок военных, которые могут использоваться и в гражданском секторе. Большая их часть из сферы, где у нас работают медики, рассказал министр обороны. Там у нас уже сегодня идет работа на 3D-принтерах. Они моделируют отдельные части человеческого организма, печатают их по заказу нашей военно-медицинской академии. В частности, как один из примеров глава военного ведомства привел разработки в области создания кожи для ожоговых больных, а также отметил значение телемедицины. Сегодня это уже реальная жизнь, подчеркнул он. Кроме этого, генерал армии Сергей Шойгу рассказал о создании современных компактных лидарных систем. Они сканируют среду вокруг любого объекта на расстоянии на случай заражения, загрязнения, радиационного фона. Если раньше лидары были величиной с плотиной шкаф, то сейчас они могут ставиться на машину, на вертолет, высотное здание. Еще один вопрос, которого коснулся в беседе с журналистом телеканала «Звезда» глава Минобороны – инициатива военного ведомства ввести ответственность за осквернение военных памятников, в том числе и тех, которые находятся за границей. Начнем с того, что сегодня просто нет никакой ответственности. За рубежом. Никто ни перед кем ни за что не отвечает. Перед нами тем более или в том числе. Сносятся памятники, идет глумление. Причем делается это с каким-то таким задором и азартом. И некому все это остановить, высказал свою позицию, отвечая на вопрос Ольги Беловой, генерал армии Сергей Шойгу. Именно поэтому мы считаем, что во всяком случае у нас в стране в отношении таких событий, таких людей, таких организаций должны быть приняты законы и меры по предотвращению этого. Можем сказать, нет, ребята, хватит. Теперь вы становитесь невъездными в нашу страну раз. Ваши счеты в нашей стране будут заблокированы два. Вы не будете иметь возможности совершать сделки с недвижимостью, проще говоря, вести бизнес в нашей стране. Но если вы въехали в нашу страну, то мы возбудим против вас уголовное дело и вы будете отвечать по совершенно конкретной статье, которую мы приняли. Именно такой закон подготовлен, и он внесен, пояснил министр обороны. Существует закон во многих странах Европы за отрицание Холокоста. Абсолютно правильный закон. И там ничего такого особенного не происходит. Люди понимают, что, если они приступят это и если приедут в ту страну, где закон действует, они будут наказаны. И свидетелями таких наказаний мы были. И не раз. Почему в нашей стране должно быть по-другому? Почему должны прощать тех, кто позволил, не предотвратил? Я не говорю про организаторов и про тех, кто стоял с кувалдой и ломал памятники великих, не буду преуменьшать, военачальников, которые имеют огромные заслуги не только перед нашей страной, но и перед человечеством. Надо делать, хватит говорить. Мы хотим делать с помощью хороших талантливых режиссеров фильмы, основанные на реальных событиях. Глава военного ведомства также рассказала о еще одном проекте Минобороны уже творческом, который касается создания положительного имиджа современной армии через кинематограф. Мы живем в настолько стремительное время, динамичное, спрессованное, сжатое, что-то, что происходит сегодня, нужно и показывать сегодня, а то, что произошло вчера, надо как минимум показать завтра. А не через месяц и не через год. Крымские события, референдум, воодушевление народа всем ясно и понятно, что это действительно воля людей вернуться и жить с Россией. Фильм об этом был снят только один. Именно поэтому в ближайшее время мы хотим создать киностудию, которая, кстати, будет находиться здесь, на территории парка «Патриот» и на отдельных площадках в Москве, рассказал министр обороны. Мы хотим, чтобы появилось хорошее, правдивое кино и снималось оно про сегодняшних героев тех, кто противостоит этому огромному чудовищному монстру, которым является международный терроризм. Я это говорю без всякого преувеличения, потому что это действительно угроза, которую не осознают, пока она не пришла в дом. Но самое главное, я продолжаю следовать той мысли, что мы не хотим заниматься агитациями и призывами, мы хотим делать с помощью хороших талантливых режиссеров дела, основанное на реальных событиях. Фото Алексея Ерешко.